Не себя надо любить в искусстве, а искусство в себе. Это что за блат такой был? Да, блат имелся. Если не я, то хоть носки мои увидят Алмату. К сожалению, проклятый капитализм мы познали после 90-х. Вот сердце подсказывает, а я часто слушаю свое сердце, желание, огромное желание, по что бы то ни стало, я должен доказать, что мне надо. То есть человек обрел Бога и исцелился? Исцелился. Глаза горели просто. Я принял такое честное решение и ушел. После кризиса обязательно наступает подъем. Я этому рад. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Мы благодарим всех, кто присылает нам донаты. Это позволяет нам оставаться независимыми. Сегодня у нас в гостях актер, заслуженный деятель Республики Казахстан, Бахаджан Альпиисов. Здравствуйте, Бахаджан. Добрый день. Добрый день. Бахаджан, мы сейчас с вами сюда поднимались. Вы сказали, что вы в Алма-Ату, в Алма-Ату тогда попали первый раз в гостиницу Алматы. Вот расскажите, как вообще вы, из чего, откуда, во-первых, вы приехали, и почему вы, абитуриент обычный, вдруг жили в гостинице Алма-Ата в советское время. Это что за блат такой был? Да, блат имелся. Так. Я родился вообще в Джамбульской области, на станции Луговая, родное место. И вот по окончании десяти классов я приехал сдавать, поскольку все мои братья и сестры учились здесь. А сколько их было? Четверо. Четверо. Старший закончил, самый старший, потом еще после него брат оканчивал. Так. И двое, сестра и еще брат. Вы самый младший, что ли? Нет, я пятый. После меня еще двое. Нас семеро. Здорово. Так, хорошо. И вот по окончании школы, по инерции, ну, мы все в школе хорошо учились. Альпийцеву это было, в общем-то, знак качества. Знак качества. Везде в самодеятельности, рисование, на дамбре играть. Все, в общем, общественные мероприятия на нашей шее. Вся семья могла. И вот отличники мы все, естественно. И все мы поступали с первого раза, в общем-то, в алматинские вузы. И я окончившую школу на круглые пятерки, но почему-то медаль не дали мне. Я приехал поступать в Алмату, имея намерение поступить в КАЗГУ на механико-математический факультет. Поскольку сестра там училась, и она меня уговаривала заняться наукой. Я был, в общем, настроен наукой заняться, математикой. Да, хорошо буду. Я приехал, совпало. Старший брат работал первым секретарем райкома комсомола. Счастливое совпадение. Да, счастливое совпадение. И он приехал сюда, в город, на конференции или, в общем-то, как у них, плену или что-то, в общем, такое, собрание. Комсомольцы собрались. У комсомольцев, да. Да, комсомольцы собрались. И он мне каким-то образом... Я потом думаю, как он меня здесь устроил. И он устроил себя рядом с ним, вот в эту гостиницу. И Алмата для меня открылась вот через балкон, через гостиницу Алмата. Вот Алмата открылась мне. С видом на проспект Калинина. На Калинина. Да, с видом на Тюз. Кабанбая. С видом на Тюз. На Тюз, да. И я, в общем-то... А с видом на оперный театр? Да. Здесь самый центр. А я вообще был с детства влюблён в этот город. С детства смотрел зарисовки по телевизору и смотрел, какие же счастливые люди живут в этом городе. Я завидовал. Завидовал белой завистью людям, которые проходили. Просто идёт снег и люди. Зарисовки, в общем, показывают. А-а-а. Я был. А-а-а. Вот люди ощущают себя счастливыми или нет. Это же просто здорово. Дышать этим воздухом. Алматинским воздухом. Я вот первый раз после десятиклассов оказался здесь. И для меня началась сказка. Пахожан, а историю с носочками расскажите, пожалуйста. Да. Я вот... Я же говорил, что был влюблён в Алмату. Не знаю, с чего я взял. Когда был маленький, ещё старший брат учился. Он в шестьдесят седьмом году окончил уже на ШЦХИ. И мне тогда, когда он был студентом, мне лет пять, наверное, было. Я вот, оказывается, ему портфель клал в свои носки. Если не я, то хоть носки мои увидят Алмату. Представляешь? Это он потом рассказывает. Ты мне клал носки. Вот такая влюблённость. Я знал. Вот родился, я знал, что я буду жить в этом городе. Когда меня потом в Астану приглашали, я сказал, нет, никуда я из этого города не пойду. Я здесь должен быть. Это мой город. Хотя там предлагали лучшие условия. Там это всё. Потом получился трёхлетний период обучения строителям, на строителя. В железнодорожном институте я проучился. В железнодорожном институте. Потом вы поняли, что всё это никак не клеится с тем, что вы чувствуете внутри себя. И куда Бахаджан пошёл? Вы знаете, я в своей жизни сделал несколько крутых поворотов в своей судьбе. Не советовавшись ни с кем, даже не спрашивая. Я вот решил, и всё. Это вот был первый мой поступок, когда никому не сказал, даже брату, родному, который рядом, в СХИ. Все его друзья знают, что я в артисты пошёл. Сдаю экзамены. То есть тот уже бросил тот институт. И брат мой не знал до конца, пока я не поступил. И вот не посоветовавшись ни с кем, я вот пошёл в театральный вуз. Какая-то интуиция, что ли, вот сердце подсказывает. А я часто слушаю своё сердце. Оно подсказывает, это не твоё, не твоё. Резнодорожный институт, быть строителем. Я вот внутри себя, а куда, куда? Я и театр-то толком не знал. Артистов живых не видел вообще. Не сказать, что я с детства мечтал быть артистом. Нет. Решил в один момент. Вот подсказывает сердце, надо. Если не наукой, то творчеством надо заняться. Был такой момент. О, как раз день рождения скоро у меня. И вот 19 лет мне стукнуло. И я вот пригласил родного брата, друзей его в обжиди. Они там через окно залезли. В общем, это целая история. Ну, в общем, сели мы за стол в нашей общаге. Девочки с окушницей, друзья, друзья брата. И вот сидим за столом. Я начал рассказывать, не знаю, с чего это. Я начал рассказывать одну историю, куда мы с другом попали в неприятную историю. Начал врать просто, рассказывать. И на реакцию брата смотрю. Он топ летний, а рассказ того очень неприятный. Нас заставили что-то там делать. Нас поймали ребята, нас побили. И еще что-то заставили пить грязную воду. Начал рассказывать. Смотрю на брат, поглядываю. И он то краснеет, то бледнеет, то краснеет. И на меня. Вот таким вот. Зачем ты рассказываешь это? Приди в очках еще. И я в конце рассказа говорю. Проснулся, оказывается, это мой сон был. И он так. Я тогда поверил в свои актерские способности, что я могу людей заставить верить тому, что я рассказываю. Вот моя первая актерская появилась. Вот такая зародыш, что ли, актерского мастерства. И я понял. Я иду правильным путем. Буду актером. И уже потом начал готовиться. Уже профессиональные ребята помогли. Ну вот расскажите про ребят, которые помогли. Потому что это же тоже история. Просто с улицы, на улице подошел к институту и... Нет, нет. Я сначала узнал, где находится общага театрального вуза. Мне надо поговорить со студентами, которые там учатся. Поскольку я ничего не знаю в этой сфере. Мне же надо подготовиться. Я уже решил тот институт бросить. Уже почти не хожу на занятия в железнодорожном. Нахожу общежитие. Прихожу к кто-нибудь есть из театрального вуза. Мне надо поговорить. Вызвали. Вызвали. Вышел парнишка. И говорит, что надо. Я вот рассказываю свою историю. Хотел поступить к вам в театральный. После третьего курса. Я говорю, да. Я хочу бросить тот институт. И он, пойдем, заходи. Ты наш, в общем-то. Завел в комнату. Там еще ребята. Закушники его. И, в общем, все обложили меня. Как так? И какая история? Вот такая история я хочу. Бросить институт. Они говорят, первый раз такое в нашей истории. Ну, говорит, ну, давай, рассказывай. Я рассказал все. Говорю, хочу поступить к вам. Что умеешь? Ничего не умею. Вот расскажите, что надо. Что нужно уметь? Знаешь хоть куда? Кто принимает в этом году? Нет, никого не знаю из артистов. Они мне рассказали, принимает народно-арктистка в республике, Шопан Жандарбекова. Вот она будет принимать. Я потом пошел в театр, увидел ее. А, вот она какая. Смотрю на портрет. Висит в портреты народных артистов. И, в общем, в ту ночь я остался у них ночевать. Они мне выделили кровать. Утром я оттуда вышел, в общем, окрыленный, в полной надежде, что я обязательно поступлю в этот институт. А что будет, если не поступлю? Этих вопросов вообще для меня не существует. Должен поступить и все. Вот стою на своем. Потом меня в театральном институте уговаривали. Декан сама уговаривала. Зачем, Палам? Тебе осталось всего два года. Приходил после завершения. Обидно же. Ну, как же так? Три года впустую. Я говорю, нет, я должен поступить именно в этом году. Именно в этот курс. Она так посмотрела, так посмотрела. Ну, давай на сцену. Я на сцену уже подготовил, Саша Дюманова. Давай свою читать из Авая отрывки, из Крылового отрывки. Ну, она после... Задумалась. Я особо талантов, а с молодой человек, не вижу. Вот как Станиславский говорил. Не себя надо любить в искусстве, а искусство в себе. Вот многие из нас не задумываются над этим. Вот ты мог бы любить искусство. И всё, в общем, продолжать свою строительную учёбу. Я говорю, нет, Абай, я должен поступить. Что мне ещё надо подготовить? Ну, готовься, готовься. В общем, я не рекомендую, она сказала. Ну, всё-таки я настоял на своём. Видимо, роль сыграла моя вот эта упертость, что я поступил в особых действительно. А, ещё самое смешное. Захожу в театральный институт. Уже экзамены, уже документы приняли. Первый тур. Первый тур в мастерство актёра. И я захожу, значит, во двор. Ну, уж. Она в маленькое здание. Почти как школа. Это Жургенова, да? Жургенова. Вот когда мы это начали. Сейчас он разросся. Тогда было маленькое здание. Все друг друга знали в лицо. Все курсы. Всех факультетов. Ну, факультетов два. Театральный и художественный. Я вот захожу во двор. В одной руке домбра. В другой руке гитара. Два инструмента. Там аж скачали обитреты. Кто с одним инструментом. Или кто вообще без инструмента. Вот это да. А я такой. Все. Уверенный такой. Не знаю откуда. Умею играть на домбре. Одну песню. Которую брат научил. Я за ним по пятам ходил. Научи меня на домбре. Одну песню. На гитаре. Одну песню умею. Ну, которую там в ауле учили. На улице. Уличная песня. Дешевая такая. И вот это умею. Все. И, в общем, захожу на экзамен. Думра, гитара. Читаю отрывок из Абая. Там. Так. Пополам. Профессора сидят. Что умеешь? На каком инструменте? На любом. Ну, сыграй на домбре. Взял домбру. Уверенный такой. Начал петь. Слуха-то нет у меня. Особого. В домбре в одной стороне. Мой голос другой. Все, все, хватит балом. Все, хватит. На гитаре что умеешь? Взял гитару. Вот. Такую песню уличную. Как захотел. Тоже. Все, все, все. Айна Лайн. Все, все. Достаточно. Достаточно. Это я потом уже. Ребята, которые хорошо умеют играть. Потом сказали. Пахчан. Пожалуйста. При нас не играйте. Это мы когда поступили уже. Я больше не брал этих инструментов. Не стал играть. Это я потом понял. Какой я дурак вообще. С таким. С такой уверенностью пришел. Ну, вот это мое вот желание. Огромное желание. По что бы то ни стало. Я должен доказать. Что мне надо. Скажете быть собакой. Тут же буду собакой. Скажете обезьяной быть. Почему вас взяли? То есть, если не было особых выдающихся способностей. Почему вы взяли? Мне кажется, вот то, что я бросил институт, третий курс, сыграло огромную роль. По-моему. И стали ко мне прислушаться более внимательнее. Мне так кажется. И вот сказали, если парень так хочет, видимо, мое желание было выше всего. Это было глаза горели просто. И они, по-моему, взяли. Но потом, уже будучи в театре, сыграл один спектакль, играл. И вот деканша моя пришла на этот спектакль. И после спектакля для меня это огромное значение. После спектакля подошла и сказала, «Вахчан, к счастью, я ошиблась в тебе. Ты молодец, ты актер настоящий». Я тогда ошиблась, сказала. Какое это было для меня признание. Сказала, спасибо, спасибо. Дерзай, дерзай дальше. Учёба тяжело давалась или нет? Нет, особо нет. Я полностью ушёл в театральный. Читал все книги, в общем-то. Занимался самостоятельными работами. Для меня увлечение это было. Это после технического вуза, театрального вуза, это просто не ради оценок здесь, я понял, учишься. А ради удовольствия. Ради удовольствия. И я, в общем-то, не скажу лишнего. Наверное, я один из лидеров закончил театральный вуз. Играл две главные роли. Одну самостоятельной. Чингизайт Матова и дольше века длится день. Тогда он ещё не переведённый, на казахский язык я сам перевёл. Написали мы с другом сценарий и поставили по этому произведению спектакль, который я дорожу до сих пор. Идгея, главного героя, я сыграл. И эти ощущения, когда я играл Идгея, это было что-то. Я понял чуточку, что такое перевоплощение. Я тогда уже понял. Перевоплощающийся или нет, артист знает сам. Нисколько вот окружение. Окружение, я думаю, так и так поймёт. Вот. И вторая моя роль – это Мольера скупой. Великое произведение, я считаю. Я сыграл скупого. Жаль, что ни снимков не осталось, ни записей не осталось. Ну, я тогда, вот я говорю, познал перевоплощение. Кайф перевоплощения. И мне кажется, я до сих пор думаю, наверное, все мои лучшие роли прошли тогда в студенчестве. Потому что я пришёл в ТЮЗ с распределением, и мне показалось, ну, для меня, я это редко говорю, признаюсь, для меня этот театр показался немножко самодеятельным. По сравнению с тем, что мы делали в студенчестве. А в студенчестве для нас никаких авторитетов не было же. Не было абсолютно. Мы играли то, что хотели. Мы играли как хотелось нам. А придя в театр, традиционный театр, это первое время, это профессиональный театр. Ну, про себя вопрос. И проходит время, ты окунаешься в этот самодеятельный театр, и сам не замечаешь, что становишься одним из членов этой труппы. Вы играли кого в ТЮЗе? Собачек играли? Нет, нет, играли... Да, были сказки. Они были редкие, поскольку казахская школа в Алмате одна-две. Некому, зрителей нет. Поэтому мы... Ну, не было. В тот период не было. Да, да, да. Мы играли в основном взрослые спектакли, такие как «Письмо Сталину», например, «Ахансирах, Тухте». Где мне это оставались? Маленькие роли. Больших ролей было раз-два у меня. Главных ролей. Это еще период, когда в Алмате русские и казахские ТЮЗы не были разделены, да? Да. Были в одном театре. Да, в одном театре. Через день играли мы. Ну, три дня в неделю. Они, три дня мы. Сколько лет вы прослужили в ТЮЗе? Ровно 10 лет. 10 лет? 10 лет. 10 лет. И потом что, в один момент собрался и ушел? Это еще один момент, когда я повернул свою судьбу самостоятельно. Пошел просто художный руководитель, народного артисту СССР, Азербайджану Мамбетову. Тогда к нему доступ. Это же какой театр. Это же для нас вершина вообще всего. И Мамбетов вершина. К нему попасть-то нелегко. Это 92-й год. Конец 92-го. Страна разваливается. В общем, упадническое настроение. А я взял и пошел к Мамбетову на прием. Сказал, я хочу играть в вашем театре. А он видел меня, оказывается, по фильму «Косгурь-Пешпоянский слуг», который снял Асан Алиашимов. Он был на примере. Он говорит, в общем-то, можно тебя принять. Приходи. Только я вот справлю свое 60-летие. И вот с Нового года приходи. Я такой округленно пришел в ТЮЗ. Собрал своих друзей, ровесников. Сколько можно играть здесь? Давайте в Мамбетовский театр. Мамбетов принял меня, значит, и вас примет. Уговорил их четверых. И они пошли со мной. В Мамбетовы тоже попали. И мы четвером или пятером вот снялись с того театра, с ТЮЗа, и пошли в Мамбетовский театр. А у вас уже была семья? Да, семья. Уже дети были? Дети, семья. И я вот поработал с Мамбетовым. Величайший режиссер, который поднял наш казахский театр на уровень, в общем-то, на уровень, скажем так, московских, наверное, великолепный театр. Ну, я застал его, в общем-то, еще энергичным, еще полон сил. Он играл в его спектакле в украшении Стропьевой. Удалось мне. И я считаю, что мне очень повезло поработать с таким великим мастером. А какая роль была? Бабтиста. 70-летний старик. Почему он мне доверил? Я помню одно его замещание, которое все поставил в точке. Старик с стариком. Ну, ухожу, походка вроде, да, борода, все это есть. Но голос выдает меня. Пою. Он что-то, нет, не то. Опять ухожу, пою. Нет, не то. Что он хочет от меня? И только относится. Ему же 70 лет, пахачан. А ты поешь, как 30-летний. Ага. Я все понял. И вот роль пошла. Удалось мне эта роль. Хорошая, удачная роль получилась. И вот мы же четвером с Чуза все голодные на роли пришли. Приходим сюда. Хочешь эту роль, пожалуйста? Хочешь эту роль, пожалуйста? Нет такой драчки, нет такой вот, что в Чузе атмосфера. Здесь другая атмосфера, более, ну, академическая. Академическая. Не прячемся, не ходим там, не суетимся. Здесь как. Мне очень понравилось. А параллельно вы снимались уже в кино? Да. Я начал немножко раньше сниматься в кино. А в кино с 95-го начался наш «Перекресток». И вот пять лет он идет параллельно. А параллельно мы играем в театре. Ну, это были такие лучшие годы, в общем-то. То есть это уже «Ауэзовский» и «Перекресток». И «Перекресток». И это вот до какого года вот этот весь рай длился? То есть с… Ровно пять лет до 2000-го. Ровно пять лет. Ага. А потом уже режиссером стал Булат Атабаев. Нет, Булат Атабаев никогда не был главным режиссером. Он всегда был при Мамбетове, работал очередным режиссером. Мы много работали с Булатом Атабаевым. Его режиссура, когда я пришел, я просто… Я не видел таких спектаклей в «Тюзе». Я не видел такого отношения режиссера к актерам. Это меня просто так удивило. Настолько нас задавили, что ли, своим авторитетом, своим диктатом в «Тюзе». Мы были закрепощены, в общем-то. Вот здесь пришло другое отношение. С режиссером запросто можно спорить. С режиссером запросто можно за чаем беседовать. Такого мы не видели. Я давно после студенческих лет такого отношения. И это меня просто вдохновило на следующие роли, на следующие. И вот я впрягся в репертуар. Не только я, все мои друзья, которые пришли с «Тюза». Мы такие весомые роли успели сыграть. Потому что там хочешь играть? Пожалуйста, вторым составом заходи и, пожалуйста, играй. Свобода. Свобода. Свобода такая. И вскружила голову. И мы, в общем, утром, вечером, утром, вечером. Театры. Тоже ставили свои самостоятельные работы. Будущие еще выпустили два выпуска. Пятеро нас актеров, молодых. Выпустили двухчасовые сатирические, юмористические выпуски. Это конец 90-х, начало 2000-х? Да. Скорее середина 90-х. А, еще середина 90-х. Середина. С Атабаевым трудно было работать? Иногда да. Иногда, когда я не соглашался, а надо. Не соглашаешься, не можешь уйти. Так же в театре. Ты должен там не соглашаешься, соглашаешься, тебя никто не спрашивает. Приказом. Приказом выпустили. Вот эта роль за тобой. А этот спектакль устраивает, не устраивает. Это уже никому не интересно, никто не спрашивает. Ты должен это сделать. Хотя внутри ты не согласен ни с режиссурой, ни с драматургией. А такое бывало? Бывало. И вот это меня коробило. Почему я не могу просто сказать, ребята, можно от этого спектакля я откажусь? Не имеешь права. Поскольку ты получаешь зарплату здесь. Вот эта борьба с собой у меня в последнее время, в последние годы моей работы в театре начала тяготеть. Тяготеть. И Атабаев уже не столь интересен, как в первое время. То ли у него тоже творческий кризис был, то ли что. Я не видел огня в глазах. То, что он ушел в политику и в прямую оппозицию, как вы считаете, на него повлияла какая-то внутренняя миссия, которую он почувствовал? Или он просто уже не хотел быть режиссером? Нет. Он всю жизнь хотел быть режиссером. Театр для него – это была жизнь. Вот, оторвав себя от театра, от режиссуры, он, конечно, многое потерял. Я считаю, конечно, на эту тему мы с ним не разговаривали. Я считаю, зря он ушел в политику, в откровенную такую оппозицию. Ведь можно же было, не оставляясь, будучи в профессии, будучи режиссером, говорить о своей позиции, о своем мировоззрении. Можно же было. Так лучше было бы. Так для него и для труппы было бы лучше, если бы он не ушел с театра. А его вынудили уйти из театра, не только с театра, из страны вынудили. Вот что печально. Он, конечно, многое потерял. И зрителей многое потеряли. Как вы считаете, он не мог по-другому поступить? Это его гражданская позиция, мне кажется, да. Он должен был встать на эту позицию. Потому что он откровенно говорил, что против Назарбаева. Назарбаев там, в общем, не согласен был. По многих позициях с Назарбаевым это он откровенно, будучи в театре, говорил. А потом уже это переросло в другую стадию. Печально, конечно, что он так вот ушел. И вы потом так же перестаете служить и принимаете решение уйти в никуда? Или все-таки куда-то? Последние годы работа в театре уже тяготила меня. И я подумал, не уйти ли, не уйти ли. Вот подошел момент. Это еще один момент в моей истории, ни с кем опять не посоветовавшись, сказав только семье, что я ухожу из театра. Это было такое решение, которое я потом долго обдумывал, правильно ли я поступил. Как больно. Хочется в театре, но не устраивает. Не устраивает ни режиссура, ни положение. Театр вообще, позиция театра. Я понял, надо уходить. Надо поступить честно хотя бы. Не просто для галочки, ради галочки приходить и не получать от этого ни сам неудовольствие, ни зрителям. Не даришь, конечно, если сам не удовлетворен. Я принял такое честное решение и ушел. Да, в никуда. Мне никто работу не предлагал. У меня была просто бездна и надежда. На Всевышнем, наверное, и что вот откроется что-то. Никуда ушел. Я сказал тогда директору Джамакулу, если я не смогу прожить, то вернусь в театр. Но мне нужна сейчас передышка, отдых. Я ухожу, поскольку нет лучшего театра. Дальше куда расти, если в самом лучшем театре я работаю. И ушел никуда. Тогда еще немножко штаны поддерживала перекресток. Год-два. А через год и перекресток закрылся. Ну, к моему счастью, вот открылся дубляж на делах на Хабаре. На телевидении стал работать. В общем-то, вот так и... Ну, вы снимались, по казахстанским меркам, вы снимались все-таки довольно много потом. У вас все-таки список такой достаточно внушительных ролей. Ну да, не жалуюсь. Не жалуюсь вообще-то. А вот есть сейчас, как вы считаете, думаете, знаете, есть сейчас казахским актерам, скажем, молодым, где играть в театре? То есть есть сейчас поле для воплощения талантов? В театре есть, я слышу. Но я редко хожу в театр. Ну, я слышу, что идет подъем, молодым есть что играть. Было еще хуже. Хуже, когда молодые уже просто для галочки ходили в театр. Было такое время, они мне сами рассказывали. В театре в Ахчан делать нечего. Нет того театра, в котором ты служил. Сейчас стало хуже. Ну, с ребятами разговариваешь всегда. О театре в первую очередь. Что там, какие новости. А сейчас я вижу, есть подъем. Ну, наверное, это вполне закономерно. После кризиса обязательно наступает подъем. Я этому рад. А вы 40 лет уже женаты на одной и той же женщине? К счастью, да. К счастью, да. А расскажите про ваш дом. Вы, получается, такой патриарх. То есть у вас сколько семей? Вся семья вся. Да, двое сыновей у меня замечательных. И они уже давно женаты. Лет 15. Первый старший женат. А старшему сколько? 40 в этом году. Старшему 40, а младшему? 40, а младшему 39 будет. Так погодки. Погодки они. Погодки выросли. Ну, мы прошли с женой все тяготы города. Мы поженились. Когда я был студентом, она уже только окончила. А жену как зовут? Раушан. 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 Какая у нее профессия? Она филолог. Филолог. Преподавала и преподает? Нет. Нет? Она закончила наш женский педагогический институт. Жен-Пир назывался. Да, Жен-Пир. И никогда не работала по специальности. Она сразу ушла в Министерство внутренних дел. Она носила погоны. Так у вас строгая жена? Есть, конечно. Есть строгая. Мои друзья немножко даже побаивались ее. И шутили всегда. Как ты с милиционером живешь? Я говорю, вот так живу. Вот, пожалейте меня. Она строгая. Ну, поскольку, поскольку. Строгая для кого-то, для нас, конечно, для родных. Но чувствуется ментовская вот эта жилка. Так. Вы построили дом. В вашем доме живете вы с женой, а и ваши сыновья с женами и детьми. С женами, с детьми, с моими внуками. С вашими внуками. А сколько внуков у вас? Пока шестеро. Пока шестеро. Ну, еще надеемся, что будут. Вы такой патриарх. Вы строго всех держите? Нет, абсолютно. Нет? Абсолютно. Демократия полная. Никому не навязываете ничего? Никому. Никогда. Но при этом они с вами живут. Да. А отделиться могут? Отделиться вот в этом году собрался мой младший сын. Говорит, отец, ну, 40 лет уже нам. Пора бы уже иметь свою крышу. Я говорю, можно. Теперь вот можно. Вот до этого я говорил, нет. Надо вместе жить. Вот для этого я и большой дом построил, чтобы все вмещались. Для всех хватало. А сейчас, ну... Демократия, но жить надо вместе. Да. Веселее. Радостнее. И, в общем-то, все проблемы в доме решаются как-то коллегиально. Друг друга помогая. А келинки у сыновей, они тоже, наверное, одного возраста? Да, одного возраста. Ну, там 2-3 года разницы. Мне попались, в общем, замечательные келинки, которые души не чают папе, маме. Потому что с нами, наверное, удобно, комфортнее. Нет вот этой железной. Вот так, вот так. Нет, абсолютно. Все свободны. Тяжело вам удалось дом построить? Очень тяжело. Да? Очень тяжело. Во-первых, я же говорю, мы все тяготы алматинские прошли. От нуля. Не было ни квартиры, ни прописки. Вот мы мыкались с двумя, с детьми по квартирам, по подвалам, по сырым. В общем, 4 года вот так мы промыклись. Потом нам дали однокомнатную, одну комнату в общежитии. Как мы были рады. Это театр дал? Театр дал. Благодаря театру, общежитию Минкультуры, но добилась моя супруга. Благодаря звездам на погонах. Это я точно признаю и говорю ей всегда спасибо. Ее руководство добилось. Обжитие в моем. Представляете? Ой, как моя мама радовалась. Наконец-то ты свой угол имеешь в городе. Она так не радовалась, как когда я получил лучшую двухкомнатную квартиру с театра. Она была рада. Вот той радостью ее я запомнил на всю жизнь. Теперь мыкаться не будешь, сынок. Нет, не буду. Все это ты уже укрепился, ты зацепил. Ой, какая радость. И все гости могли к нам в одну комнату приходить и там оставаться на ночь. Все хватало. И потом, уже пожив немного в обжитии, мы получили от театра уже уходящим. Последний вагон уходящего поезда. Я имею в виду Советский Союз. Да. Он разваливался. И нам вот от жилья 91 Колбина программа была. И вот последний вагон мы успели. Мы получили, и все, развалился Союз, развалился вся очередь, которая была. Люди долго еще не могли получить квартиру, а мы вот успели. В самом краю города. Нет асфальта, нет ничего, погрязь. Так, но крыша есть. А вы в «Перекрестке» играли такого человека, который ходил все время в белой шапочке? Это во время уже. Где-то после двухсотой, наверное, серии. Шерхан, да? Да, Шерхан. Меня же как задумали моего героя? Он чернобылец. Он вот-вот должен уйти из жизни. У него остались последние часы и дни. И так далее. Поэтому не женат. Он облученный. И ждут конца моего. А я никак не ухожу. И тогда вот придумали, молодцы сыновесли, что меня отправили в хадж. Я там прошел хадж и вылечился. И стал на верный путь. В общем-то. И стал исповедовать Ислам. То есть человек обрел Бога? Да. И исцелился? Исцелился. Такая роль. Ну и вы там немножко такой... Я вот пересмотрел пару серий. Вы там такой немножко наивный. Правильно. Немножко такой, да. Немножко такой какой-то даже как большой ребенок. Но в то же время чувствуется, что очень правильный человек. Вот кто-то что-то там химичит. А он все время вот так идет, как надо. Все делает, как должно. Вы знаете, Вадим, я замечаю недавно. Вот смотрю передачу, которая была снята в конце 80-х. Начало 90-х. И камера показывает зал. В зале другие лица. Я для себя обнаруживаю. Это другие лица. Это сейчас вот зал покажешь. И тогда вот. Прошло-то всего 30, наверное, лет. Разные люди. Разные лица. Разных возрастов. Я сыну говорю, слушай, ты заметил, что вот есть разница большая между сейчас и вот 30-летней давности? Он говорит, нет. А я говорю, заметил. Это другие люди. Мы, наверное, выходцы из Советского Союза все-таки другие были. Ценности были другие. В чем другие? Более открытые, более наивные, более доверчивые? Что другое? Нет печали, что ли. Есть вера в хорошее. Они живут в хорошем. Люди не умели обманывать друг друга. Как сейчас очень много происходит. Не деньги, в первую очередь, ценности, а более духовные ценности. Но это при этом, как раз вы те лица помните, накануне общего развала, краха и катастрофы. И вот эти самые более, скажем таки, духовные люди, они как раз накануне катастрофы оказались, нет? Но все равно была вера. Была вера, что это все временно. Придут другие времена. К сожалению, проклятый капитализм мы познали после 90-х. Когда люди разделились на богатых, на очень богатых, и на бедных, и на очень бедных. А тогда союзы это же было. Все жили почти одинаково. Все думали почти одинаково. Не то, что одинаково, а вот как-то светились люди. Я вот об этом говорю, об этих лицах. Светящиеся все люди разных возрастов. А сейчас другие все-таки. Хотя открытые общества, но закрытые. Закрытые в самом себе. То ли тяготы большие сейчас, то ли что... То ли надежды нету. То ли надежды нету. То ли обреченные. А вы думаете, надежда появится? Обязательно. Иначе смысл-то жизни. Иначе. Мне кажется, вот это время тоже пройдет. И люди все-таки вернутся. Вернутся к той духовности. Начнут и... Я вот насчет духовности переживаю. Потому что я вообще, честно говоря, не очень верю в советскую и постсоветскую духовность. Мне кажется, что это просто какая-то огромная иллюзия. И люди жили в другом обмане. Люди верили в эту иллюзию. Людям же главное верить же. Пусть обманывают нас. Пусть обманывают. Ну, я готов обмануться. Обманите меня, чтобы я поверил в это. Я сам обманываться рад. Да. Вы играли сильных людей. Вы вот дважды играли Канаша Сатпаева. В двух разных фильмах. Повезло. Повезло, да. А вот в одном фильме вы играли... Фильм про Назарбаева. Вы играли там... Когда они встречались. Да, 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 да. Еще в самом начале пути Назарбаева. Да. Когда он был еще... Как его? Категаром. Ага. И он благословил Назарбаева. Да. Хороший сценарный ход. Канаш Сатпаев благословляет Назарбаева. Хорошо. А вторая роль Сатпаева? Вторая роль Сатпаева – это когда он в Москве уже, наш историк Викмаханов, фильм про него, когда он защищал свою кандидатскую диссертацию. А он, Сатпаев присутствовал на этой диссертации. Потом выходит, вот фильм, эпизод. Сатпаев выходит и поздравляет жену Викмаханова. Поздравляю всех, прошло хорошо. Теперь готовьтесь к банкету. Вот мои денежки. Да. Я вам немножко помогу денежками и отпразднуйте. А я, к сожалению, уезжаю сегодня. Или улетает. В общем, да, тоже благословил Викмаханова. Сейчас вышел еще фильм, да? О Канаш называется. Да, да. И сейчас будут выходить точно вот биопики о героях Казахстана, казахстанцах, казахах. Вот это надежда или это тоже какая-то обманка? Как вы это воспринимаете? То есть нужно ли говорить вот об этих людях сейчас? И как о них говорить? Обязательно мне нужно, мне кажется, нужно говорить, потому что эти страницы при Союзе были закрыты. Эти темы были закрыты. Народ почти слышал, но что они делали конкретно? Не знали ничего. И вот только увидев, я сколько людей слышал. Хорошо сняли. А мы ведь не знали, чем он конкретно занимался, что он оставил нам. Как об этих людях не знать? Ту жизнь, которая была закрыта. Потому что по тем или иным причинам у многих была трагическая судьба. Многих расстреляли в сталинские времена. Хотя они такое оставили нам богатство, которым мы пользуемся до сих пор. А ведь они должны быть чем-то оправданы. И, ну, оправдались-то многие после смерти Сталина. Но вот что они познали в своей жизни, многие мы не знаем. Нужно о них снимать фильмы. Вы сыграли Доса уже взрослого, Доса Сулеева, да, в Дос Мукасан. То есть очень авторитетная, очень убедительная роль. И отличный фильм, который вот сейчас прогремел по всему Казахстану. И, слава богу, собрал очень хорошую кассу. Это тот редкий случай, когда при живых легендах снять о них фильм. Я представляю, как для них это была радость. А вы с ними встречались? Конечно, конечно, встречался. Много раз выступали вместе. Я как ведущий, а не как... Хорошо общаемся. Тот же, с тем же Муратом Хосаиновым, с Досомом Сулеевым. Мы же выросли на их песнях. Я помню, когда первый раз еще в ауле крутили вот эти ванилевые пластинки, виниловые или как-то. Пластмассовые. Да, винил. Виниловые, да. Я когда услышал казахские песни на эстраде, это был какой-то шок. Шок, что так можно петь, и что так можно играть. Несколько раз опять-опять крутили, опять-опять. Я помню свое ощущение детское. И оно, оказывается, это детское ощущение соправляет всю жизнь свою. Я очень хорошо отношусь к ним. Я очень люблю их песни, очень люблю их самих. Для меня была это честь, конечно, сыграть Досом Сулеева. Всей моей вот этой детской восприимчивостью, которая сохранилась во мне. И вот с таким трепетом я относился к этой роли, с таким трепетом, и молодец режиссер Сахаманов, который точно направлял вот так вот, вот так вот, вот так вот, такие взаимоотношения у них. Глазами, глазами. Было интересно работать с режиссером. При моем отношении Дос Мухасанова, еще такой режиссер, тонкий такой, точный, который точно вставлял замещаниями. Несколько слов, и понятно. Я говорю, да, 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 да. Когда есть взаимопонимание режиссера и актера, там что-то классное получится. Когда ведет режиссер, а ты ведомый, и точно исполняешь его задачи. Это такое, это такое редкое вообще. Редкое совпадение, это это счастье актерское. Вот про, еще спрошу, про детей и внуков. Никто у вас не пошел по вашим стопам? Или кто-то все-таки занялся актерским ремеслом? Я вот до сих пор думаю, иногда мучаюсь. Я им запретил. Запретил? Запретил. Есть одна профессия актерская, которая закрыта для вас. Все остальные профессии, пожалуйста, выбирайте. Хотя мой старший такой фильм озвучил, он озвучивал прямо великолепно. Это Сакена Норметова, знаменитый аккордеонист, жизнеописание аккордеониста. Это маленького мальчика мой сын озвучил. снимался другой. Как он это сделал шедеврально просто. Особенно тот момент, когда после ареста отца он под колонкой, под холодной водой моет голову и плачет. Отец, отец, он плачет, он еще воду заглатывает. Отец, 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 отец. отец вот так вот. Я тогда просто на сцену посмотрел, готовый актер, готовый актер. Может быть, я ему серьезно запретил. Вот я поэтому мучаюсь. почему вы запретили? Вы такой деспот-демократ. Почему вы запретили? Проклятая профессия? Что это такое? Мое отношение тогда упадническое такое пессимистическое. Я сказал, 30 лет еще кино не будет. А вам уже за 50 будет. А театр в таком же будет положении. Мне так казалось. Будущее, я сказал, кино не вижу, я честно сказал. Ребята я не вижу. Пока вырастет новое поколение, пока то, все. Может быть. Ну, я был неправ. И вот старшему я зря запретил. Думаю. Может быть. А чем занимаются ваши сыновья? Старший закончил юридический факультет, младший экономический, младший по профессии работает, а старший вот так и по профессии не получилось у него работать. он повис. Хочет одно, но не делает этого. В общем-то, я думаю, зря я, может быть, может быть. Это моя вина. вы это для себя до сих пор не решили. Да. Правильно это было или нет этот запрет? Ну. А внуки? Внуки пока старше, их 15 лет, младшие два с половиной, они еще в школе. Ну, у старшего внука вот такая сейчас более распространенная сейчас болезнь, аутизм, который не разговаривает, который не может связать предложение, составить предложение. Ну, мы его все бесконечно любим, такой высокий парень, но не разговаривает. Мы уже свыклись с этим, до конца с ним. Уже ничего не исправить. Это невозможно, кажется. Не знаем от чего. До полутора лет мы его вот так вот первый швук носились над ним. И вот потом по чуть-чуть уже начали что-то не то поведение его. что-то почему-то не так. Это потом мы долгое время не соглашались. да не может быть. У нас в роду вообще такого нет. Оказывается, смотрим потом по сторонам в общем-то. Это раньше такой в Рисоэльзе такой болезни не было. Это потом появилось. слава Всевышний что у него руки ноги целые. И тому спасибо. Смотря на других детей, которые болеют более тяжелыми болезнями, говоришь просто спасибо Аллаху, что так вот. такой безобидный. Никакого вреда от него. Никому. Ну вот. Остальные дети тоже его понимают. Относятся хорошо к нему. Нормально. Ну в общем вот так. вы были в семье пятым ребенком и у вас еще двое. То есть у вас семеро ваших братьев и сестер. Были. А сейчас старший брат ушел два года назад и самый младший братишка мой ушел тоже. Двоих потеряли. Вы поддерживаете отношения? Конечно. Конечно. Мы в такой любви выросли все. Хотя отец был простым жизнедорожником. Мать никогда не работала. Только нами занималась. Но мы вот все выросли вот в одной комнате. Могли играть. Могли что-то придумывать. В общем хорошая замечательная семья выросли. А они все в Алма-Ате или по-разному? По-разному. В Алма-Ате только я. Только вы? Кто-то есть, кто на родине остался? На родине, конечно. Вот скоро мы поедем к брату, который учился, который меня потащил в жизнедорожный институт, он остался. Вот несмотря на вашу любовь к Алма-Ате, для вас вот это ваша малая родина что-то значит? Конечно, конечно. Малая родина это, во-первых, мои родные, все там. И вот, кстати, мы едем через неделю, у нас было землетрясение в 2003 году. Сильное землетрясение. Все дома снесли, построили новые. А наш дом, отчий дом, это Жамбульская, да? Жамбульская область, станция Луговая именно, там было землетрясение, 7 баллов, что ли. И вот тогда снесли наш дом, а мой братишка, который остался там, он переехал в другой дом. А наш отчий дом, он 20 лет вот так и лежал на земле. Недавно вот сын младшего братишки построил на этом месте дом. Вот дом, в котором мы выросли. И мы вот едем прямо. Все, конечно, помогли ему построиться, все мы, но 20 лет вот я приезжал домой и не мог видеть, как пустой. Все дома стоят рядом с соседями, а наш дом пусто был. а сейчас дом стоит для нашего рода. Такая радость. Пахаджан, у вас получается день рождения в марте 9-го и вы официально становитесь казахстанским пенсионером. Да. К радости, к радости. Вы вообще дальше что будете делать? Поедете на родину грядки копать или работать будете дальше или нет? Или хватит уже? Нет, на родину конечно жить я на родине уже не буду, это точно. Я буду здесь с семьей. Ну, что? Я прямо спрошу, голод по ролям остался или вы уже насытились? Сниматься хочется или нет? В хороших фильмах хочется. Хорошие роли хочется. Так. Хорошим режиссерам. Хороший сценарий. Я считаю, что я еще не исчерпал те свои возможности. К сожалению, сейчас много встречается всякое, к которому я отношусь так. В общем-то, и очень сожалею, что нет настоящих ролей, где выкладываешься вот я говорил, задатки, чуть-чуть перевоплощение, приблизиться к этому. Это очень редко бывает. Вот такой роли, вот в последнее время я получил от роли Бауджана Момшула, где сыграл я его в преклонном возрасте, ну, моего возраста, получил актерский кайф. А это же сложнейший человек по характеру, это настоящий Батор. Настоящий Батор, это легенда, которого еще видели, есть люди, которые видели, общались, перед которыми была ответственность, да и перед самим Буке ответственность. И там требовалось элементы перевоплощения, которого я считаю не полностью, но приблизился к его образу. И люди, которые смотрели, говорят, в общем, хорошо получилось. ШУШЬ. ШУШЬ.